Я хочу сказать, действительно, Валерий Антонович и Семен Николаевич, они помогают нам, помогают нам в организации всех мероприятий, где советуют, где подсказывают. То, что сейчас Валерий Антонович говорит о духе мужского, о духе калмыцкого народа, этого им не занимай. Валерий Антонович, что вы можете продолжать? У нас уже 70, почти 80 человек. Я тоже хотел бы высказать на эту тему, пробежать катастрофы, возможности исчезновения нашего народа, это наш последний и решительный бой. Я с этим калегорически не согласен. Вообще монаха любят для людьми, он дал другу, друзья. Вы знаете, мы должны были исчезнуть, когда наши мальчатые полости вырезали, наше население, 90%. Мы должны были исчезнуть в гражданскую войну, когда гигантская трагедия. Мы уж точно должны были исчезнуть в сибирской силе. То есть этого не произошло. Этого не будет. Понимаете? В любом случае, действительно, вот я всегда тоже говорю, как разу. Самое главное, дух, сила духа нашего народа, должен быть стержень нашего народа, который не позволит нам исчезнуть. И мы, прежде всего, молодежь, этого не допустим. То есть мне вот что радует? Вы знаете, вот мы принадлежим к поколению, которое способствовало, не способствовало, но которое очень плохо знает свой язык. То есть период, когда язык нас был в загоне. Очень трагедия эта с нашим языком. Но вот что удивительно, сейчас молодежь появляется, которая лучше нас знает. Я хотя знаю свой родной язык, но сейчас поколение молодых юглей появляется, которые лучше нас знают. Знает родной язык лучше наших поколений. Это очень радует. То есть вселяет надежду. Самое главное, сейчас перевалить, переломать на эту ситуацию государственную политику. То есть то, что мы делаем. Отношение к национальным мишинствам, к нашей культуре, к нашему языку. То есть это очень важно. И здесь я говорю, почему я всегда говорю. Власть наша региональная должна зубы показать. Потому что они ответственны за исчезновения. Значит, кроме того, что у нас экономика в упадок приходит. Да, все это, мечта и тому подобное. За сохранение культуры и языка нашего народа. Своим физическистям нашего народа. Они должны... Я говорю, почему все равно дели бы необходимость введения, внесения в закон о языках республики и экономики. Наш язык ведь является государственным языком, наряду с русским языком. Вы знаете, даже степного вложения на калмыцком языке нет. Я когда пытался... Знаете, устав горный листы есть на калмыцком языке? Все эти нормативные документы должны быть на государственном языке. На калмыцком языке, на калмыцком языке. Надо принять закон о обязательном использовании калмыцкого языка как государственного языка. Средства вообще не просто. Они должны, то есть, все нормативные документы должны переводиться на калмыцкий язык. Это обязательно требует... Тогда, то есть, здесь метод принуждения должен быть. Вот эти разговоры, они востребуются. Надо заканчивать. Надо человек... Должен понимать. Ты не будешь занимать чиновничную должность. Ты не займешь в сфере услуги какие-то должности, пока не будешь знать государственный язык. Дать надо ему для этого время, значит, один год, значит, чтобы он изучил государственный язык калмыцкий. Железли к пусть ездить. Да, а потом, если он его не выучит, экзамен не сдался, будь любезно, освобождай это место. То есть, это надо стимулировать. Вы понимаете? Это не то, что... Это обязанность твоя знать государственный язык. Я вот почему возмутился, статью написал, что Хасиков не произвез присягу на калмыцком языке. Вы понимаете? У нас пока еще раз повторяю. Государственный язык, значит, русский и калмыцкий. Он должен был обязательно произносить. Хоть модный каляр, но он должен был выучить несколько слов, присяге произнести его на калмыцком языке. Тем самым он проявил неуважение к нашему народу, к нашему языку. Это очень недопустимо. Это оскорбление. Вот почему я тоже возмущался. Понимаете? Он же показался, что он выучит. Орловский в то время тоже плясся, что он не выучит калмыцкий язык. Хасиков клялся? Ну, Хасиков сказал, что я выучил. Я помню его там, я заделал. Поступаю, и то ли давал. А вот я хочу добавить, что вот эти вот предложения, которые сейчас озвучил Семен Николаевич, это все было письменно изложено. Да. И все это мы отдали Орлову. И причем вот обязанность выучить калмыцкий язык распространяется только на калмыков, чиновников и деятелей государственных. Русских и представителей других национальностей только просьба. Если ты нас уважаешь, то изучай. Вот. Поэтому тут ни о каком национализме речь не идет. Тут речь идет о спасении собственного языка. И именно вот я согласен. В культуре своей. В культуре, да? Да, естественно, в своей культуре. И при этом я хочу добавить. В России есть только два народа, имеющие собственную письменность. Да. Калмыцкий и русский. Остальные народы не имеют собственные письма. Это исторический факт. Что там говорят? Галина, что вот здесь вопрос вам. Подробнее про газету. Как сделать так, чтобы она хотя бы раз в месяц выходила, периодически. Ну, вот так вот спрашиваю. Я сам думаю. Нет, ну, наверное... Вы понимаете, я недавно разговаривал с одной журналисткой. Она вот на предыдущем митинге. Ну, говорит, что она журналистка, а скорее всего она человек такой творческих каких-то профессий, Но приехала из Германии И оказалось, что ее мама распространяла советскую Калмыкию сегодня Тогда была жива Лариса Алексеевна И мы с ней на эту тему заговорили И сейчас у нас такой вопрос есть Я хочу сказать, что, наверное, от печатного формата я буду отказываться Я сейчас работаю с одним молодым человеком Он обещает мне просто сделать это в электронном виде и помочь И, наверное, в электронном виде Время пришло Я, кстати, вспомнил Когда мы были маленькими Вот старики, да? Много-много лет назад Было что? Газеты и радио? Телевидения не было Ну, еще кинотеатр Почему в кино много ходили? Информацию надо было получать Либо из газет, из радио и кино Потом пришла эра телевидения Это вот мои молодые годы, да? И, знаете, кинотеатры опустили Газеты стали меньше читать И радио стали меньше слушать А теперь пришла эра интернета Кто смотрит этот телевизор вообще? Кому он нужен? Я даже футбол сейчас смотрю в интернете Зачем? Мой любимый футбол я смотрю в интернете Я к телевизору не иду И поэтому люди Которые вот зациклились на старом, да? Они все равно уже отходят Ну, я не то, чтобы я их не уважаю, нет Но мне их просто жалко Надо все равно идти в ногу со временем И я как-то недавно Сказал сам себе Ну, зачем вот эта бумажная газета? Когда Вот каждый Я когда обратил на это внимание Еду я в этом нашем пазике Ну, сейчас их же называют пазиками И все уставились в это Все Я посмотрел У нас человек 15 было пассажиров Вечером я с тренировки ехал И один у меня с тренировки У меня, гляд У меня обыкновенный кнопочный телефон И я думаю Ооо, надо вот подумать на эту тему И, скорее всего, я, наверное, от печатного Вот это От газетной формы я отойду Ну, может быть, не сразу Но я как раз об этом думал А в электронном виде, мне кажется Легче будет мне работать И там общение будет с людьми быстрее Ну, молодежь еще поможет А вот еще задаю такой вопрос Недавно где-то проходила информация Кто-то говорил Что вы, когда шли в Народный хурал Кажется, кандидата, депутата Вы договорились, что вы потом Поменяетесь с кем-то Когда это произойдет Вот здесь человек спрашивает Когда это произойдет И как это еще будет И человек спрашивает Ну, не-не, ладно, я понял Нет, секретов нет Я, по большому счету Не собираюсь ничего скрывать Я беспартийный Наша большая группа людей Кто занимается общественно-политической деятельностью И кто провел Второе следствие Ряд калмыцкого народа В мае прошлого года Или позапрошлого года Мы приняли тогда решение Идти в Народный хурал Но потом, когда подробнее Знакомились с законом Мы увидели, что беспартийным людям Невозможно выдвинуться в Народный хурал Мы стали перебирать партии И коммунисты тогда Вот на том этапе Нам отказали ЛДПР нам не по пути вообще И другие партии там Яблоко было вроде согласно Но там надо было собирать Огромное количество подписей А мы знали Эта же система какая Вот это показала Ведь все увидели Что именно на подписях Не пропускают кандидатов И мы поняли Что и нас не пропустят И с кем удалось договориться Это со справедливой Россией Региональное отделение Справедливой России То есть вы будете в списке справедливой России Да, мы вошли Беспартийные люди Лидер справедливой России Местный Наталья Манжикова С нами согласилась Но там был определенный торг Я не отрицаю этого Человек она Чрезмерно прагматичный Любит деньги Я это прямо говорю Наташа не обижайся Ты деньги любишь Вот Ну что теперь это скрывать Зачем это скрывать И договор был такой Четные номера наши Второй, четвертой, шестой, восьмой И так далее Нечетные Первый, третий, пятый ее То есть Нечетные номера идут Члены ее партии Во главе с ней А четные номера идем мы Представители съезда Аэрод-Калмыцкого народа И вот она стала первой Нам сырь Викторович вторым Третий там какой-то человек Из Малых Дербет Четвертый я Теперь я знаю Почему задан этот вопрос Там мы писали Все подписывали Что с течением времени Кто-то Снимет свою кандидатуру А следующий За ним войдет И возможно Наступило такое время И кто-то возможно И снимет свою кандидатуру А следующие Идущие по списку Войдут Займут это место Я, например Не спешу этого делать Не спешу совершенно Но готов Если это состоится Готов Прийти в народный хуран Но никого Принуждать Не надо И возможно Спешить в этом вопросе Тоже не надо Вот здесь пишут Многие бы хотели Увидеть вас На площадке Народного хурала Посмотрите Вот здесь вам Советуют Как бы рекомендуют Советуют Издавать газету В том числе И на колоннском языке Вот здесь у нас Сегодня у группе В группе прошла такая Мысль Очень интересная Я думаю И вот Сейчас Сэрен Кюрген Басанг Пишет ее В комментариях Прошло 15 лет С момента разгона Демонстанции 2004 года И здесь предлагают Ребята на митинг Пригласить Родственника человека Который умер На тех событиях Как вы на это смотрите Как вы это прокомментируете Пригласят Я знаю Что они живут в царине В царьхозе В этом В большом царине Они живут Их фамилия Бембеевой Говоришь не знакомые А как выйти С ними на связь Я даже не знаю А ну я думаю Молодежь Мы найдем А вот теперь еще Такой вопрос Очень многие сейчас Вам обои Очень многие сейчас Задают вопрос Не задают вопрос Упрекают Молодых людей То есть нас В том числе Таким вопросом Где вы раньше были Где вы раньше были Когда был Кирсан Где вы раньше были Когда был Орлов Нет Это вас не касается Вы были Вы были Вот Нам вот так говорят Ну я считаю Это вообще вопрос Совершенно Неправильно Вот это Знаете Ну нечестно Это несправедливо Наша молодежь Понимаете Что значит Где были Вот как Говорит Батулов Сергея Ивановна Саги Рыж В прошло время Наша народ Наша молодежь Поднялась Вот это Мы хоть люди уже взрослые Вот это ягод Старь Но это нам не трясуще Уплекать молодежь Что это за разговоры Такие Мазематические Там Они были там Где им надо быть Они учились Хормили свои семьи Работали И так далее Но когда прошло время Что надо встать На защиту своего народа Своей республики Они поднялись То есть вообще Во всем мире Движущая сила Протестных акций Это молодежь Вы понимаете Я горжусь тем Что я говорю Я же говорю Молодежь наша Я же сам У меня тоже Дети старые Не совсем старые У меня сын тоже молодой И так далее Я же вижу Это же патриоты Своей земли Я даже Сейчас Дух патриотизма Вот это В народу Сейчас больше Чем у нас присутствовал Да Может быть Обострился Вы понимаете Разговоры Вот это меня очень радует Мне нравится Прекрасное Образованное В самых лучших Учебных заведениях Я вот езжу Бываю В московских судах Часто Там это зайдем И там встречаю Наших ребят В Калмыках Адвокатами И так далее Это просто поразительно То есть Очень образованное Они там стоят На хорошем счету Потому что Показывают свои Их развиваются Это очень радует Так что это Неуместные Совершенные Вот эти разговоры Где вы были Они были там Где надо Вот так что На своем месте Они были Сейчас Во главе Вот этого Нашего Всего движения То есть Время пришло Выживание И всегда Так будет С поколением Поколением Это уже Такого природа Человек Они всегда Попрекаем Где же так Ну лишь Мне это не присуще Я думаю Мои тур товарищи Молодежь У нас прекрасная Мы в садики И школу ходили Пишут здесь Я поддерживаю Семенов Николаевича И это вот Как раз К вопросу От того О том Что исчезаем Мы или не исчезаем И все подобное А вот теперь Наверное Самый главный вопрос Самый Такой Провокационный Очень много Говорят Когда Оппозиция Оппозиция Говорят Ну там Атеев Бармайя Ну а что они Они всегда против Против И все Что с ними Сделаешь И сегодня Вот этот Вот вопрос Вот такого характера Вот Ну я Лично Сам вот Я отвечаю На этот вопрос Я говорю Людям Поскольку Эти Наши Как бы Старожилы Они Действительно Были против Этой власти Против власти Ильмжиновской Против власти Орловской И на сегодня Бату Хасикову Нам Показывают Преемственность Этой власти И в связи С этим Вы идете Против них То есть Поскольку То С чем вы Боитесь Не поменял Из-за этого Вы остаетесь Меняются фигуры Система не меняется Да Система не меняется Вот здесь Я вот так Отвечусь Правильно Совершенно верно Я так скажу Вы знаете Мне Людям Орлов И Хасков Лично Ничего Не сделали Они Мне должности Не прилагали От работы Не отрывали Еще что-нибудь У меня Никаких Личностных Отношений К ним нет Но я против Уступать Против системы Которую Они создали Криптокалитическую Воровскую Циничную Аморальную Неуважение Проявлять Неуважение К своему народу И так далее Понимаете Некомпетенция Создают Так называемый Клан Из ближайших друзей Им наплевать Они рядом С собой Не терпят Люди образованных Умных Бескомпромиссных Честных И так далее Потому что На их фоне Они будут выглядеть Карликами Им это не нужно Поэтому я Мои друзья Саранг Бороюсь Против системы Которую они создали Режим Которую они создали Где они Купались Пользовались И так далее Для нас это Неприемлемо Я еще раз повторяю Ни Люмжин Ни Умяру Ни Ни Совершенно Понимаете Вот почему Мы выступали О том что Мне не нравится Как они вели Свою политику Ставить Поэтому я боролся Получилось так Что я 17 лет Будем согласны Умных Девять лет С Орловым Сейчас не согласны С Орловым Да По той же самой причине Я не приемлемо Как они ведут политику Я не приемлемо Как они относятся К нашему народу К нашей республике Вот мне это Мне не нравится Я выступаю Кто-то считает Что это Может быть Мы вещи недовольны Ну Считайте как хотите Это ваше дело Я буду Такова моя права Дело в том Что мы живем Действительно В государстве Недемократическом У нас даже люди Этого не понимают В таких условиях Слово Оппозиция Это как ругательство А вы посмотрите На нормальные Развитые страны Я даже Про запад Не говорю никогда Мы азиаты Мы Настоящие азиаты Не средние азиаты Мы Дальний Восток А Дальний Восток Это Япония Южная Корея И Монголия В Монголии Я встречался с монголами Дважды Когда ездил на соревнования Я общаюсь С некоторыми из них По фейсбуку Так вот В Монголии За эти годы Шесть президентов У них реально Три партии Борются за власть За большинство В народном хуране У них тысячи газет У них по-настоящему Свободная пресса То есть демократия Да Они смеются над нами Они идут Они действительно идут В русле Настоящего Развивающегося Общества Где есть Политическая конкуренция Без политической Конкуренции Наступает стагнация В экономике То что происходит В России Это страшная Стагнация Происходит При этом Бессовестное Бессовестное Извращение Когда оппозицию Выставляют Уродами И врагами Народа А на самом деле Я как-то писал Мы Находимся В оппозиции К власти Которая Не оправдывает Надежды Народа А вот Эта Власть Своим Поведением Своими Действиями Своими Вот этими Незаконными Действиями Она стоит В оппозиции К народу Вот народ Якобы Я повторяю Якобы Избрал Потому что Выборы Фальсифицируются Это аксиома И эти люди Став Представителями Власти Возомнив Себя Так сказать Хозяевами Положения Фактически Они в оппозиции К собственному народу Гегемония Единой России Да Ну и Гегемония Нынешней Вертикали Власти И поэтому Что мы сделали Мы допустим Не были во власти Вреда Во всяком случае Не в бюджету Республики Ни конкретным Лицам Не принесли Но зато Мы пытались Предотвратить Воровство Бюджетных Средств И не один раз Разоблачали Добивались Чего-то Пытались Добиться Того Чтобы привлекли К уголовной Ответственности Этих лиц В конце концов Власть Сама их Привлекает К уголовной Ответственности И власть При этом Их награждает За воровство Вы наверное Догадываетесь А вот такой вопрос А хочется Пойти в область? Я Честно сказать Вот честно сказать Я даже тогда Когда находился Вот Ну сейчас скажем Уже молодые годы Да Сейчас с позиции Моих 68 лет 42 45 50 лет Я воспринимаю Как молодой возраст Даже тогда Вот они все знают Я говорил Что в исполнительную власть Не пойду никогда А в представительную Пожалуйста Законодательную пойдете Законодательную Я почему в исполнительную власть Не хочу идти Не потому что я Боюсь ответственности А потому что Ну мне как-то это не нравится Вот не по мне это Семен Николаевич А вы хотите в область? Вы знаете Я Меня Вот Несколько раз я Валтирусил на Валтирусную Курал А в Государственную Думу Никогда Я не выдвигал Свою кандидатуру То есть Меня всегда Просили Настоять Настоять На мои друзья Товарищи Я всегда Отказывался Но меня просили Выдваться в Урал И В Государственную Думу Вот в последнем В 16-м году Я по-моему Выдвигался Там мне Нескополитических партий Мои друзья Сказали Семен Николаевич Я пошел Теперь значит В отношении Люблю я власть Значит смотрите Не хотите ли вы Да Не хотели Я Я Производственник По первым образом Я инженер-механик Я 20 лет проработал На производстве По второму образом Я юрист Понимаете То есть Я строил этот город Понимаете Мы здесь До двух часов ночи И так далее Работали в системе Калмыгаза Мы этим делом Занимались Значит В 70-е годы В 70-е годы И так далее Когда ситуация Понималась Поэтому Нам Говорить Что мы Не только Лелею Кутую надежду Или еще Попасть в власть Нет Мы работаем Я любил Это дело Я свою работу Любил И так далее Занимался Профсоюзной Работой Занимался Вот Но Я точно так же Как Валерий Антонович Действительно Сейчас уже У нас возраст Я уже конечно Я понимаю Попасть в власть Если мне Скажем Скажем Семенович Иди На должность Поработаю Ну я поработаю Может быть Может быть Тем более Я уже специалист И не только Пишу И юристы Но и практик Но действительно Я бы Действительно Сейчас бы Если бы Было бы возможно Я бы действительно Выдумался бы Законодатель Я чувствую Что я бы там работал Потому что даже Вы знаете При всем моем уважении К нашим депутатам Тем более Вы юридическое Возвращение Да К нашему Моему уважению Депутатам Вот если Сейчас попросить 27 Кураль Попросить Написать Проект Закона Я думаю Из них От силы 2-3 человека Напишут То есть Люди Совершенно Компетент Ну это Прямо Говорить надо Ну да 2-3 Ну может быть Человек 5 Остальные Там случайные Люди Понимаете Я считаю Что я Валерий Антонович И наши Люди Зарадки Антонович Урау Вот Спасибо Конечно Вот Вот Таких советников Нужно брать Двоих Ну что еще Так Ну давайте Вернемся к нашему Митингу Вот такой вопрос Как вы Какие у вас Вечатления Какие Чувства После Митинга Который у нас Прошел 13 октября Вот По очереди Скажите Чувства Самые хорошие Ну я же там На митинге В качестве ведущего Всех поблагодарил Я сразу сказал Что очень радует Во-первых Массовость Во-вторых Радует Что молодежь Все это дело затеяла Ну я же там прокомментировал Потом я где-то давал интервью Я сказал Там когда Ну видимо все-таки Вот те журналисты Из центральных СМИ Которые ко мне Обращались Они видимо Где-то как-то Что-то читали Обо мне Знают И они Все время говорили Вот вы молодец Организовали Я говорю Нет Не я Не мои коллеги По Чулгану Мы ничего не организовывали Это все произошло Стихийно Сначала А потом Инициативу В свои руки Взяла молодежь И правильно сделала Я вот В этом плане Я конечно Очень рад И вы знаете Ладно Черт с ним Я Масса моих знакомых Нет Серьезно Масса моих знакомых Я же после этих митингов Или во время всех этих мероприятий Тут произошло По-моему Одна свадьба Два сватовства Одни поминки То есть я побывал на таких Один юбилей Я побывал на всяких таких мероприятиях Где собирается много народу Где люди выпивают Что-то обсуждают И везде Нашлись люди Которые Одобряют Вот этот Всплеск Наш Активности А последние буквально дни Начиная с позавчера Вчера и сегодня Звонят какие-то люди Я даже Ну не высвечивается Потому что Незнакомый номер И спрашивают Как нам приехать На митинг Я говорю А вот мы в совхозе обсуждали Вы представляете Я даже не знаю Из какого совхоза Потому что они что-то говорят Я говорю Приезжайте как хотите Но если хотите То есть Идет серьезное обсуждение На уровне совхоза Круто А как этому не радоваться Билеты надо продавать Семен Николаевич Выбер скажете Я уже об этом писал Я очень доволен Вообще у нас У меня семья такая На все митинги Тогда мы ходим с супругой И с детьми То есть Когда дети здесь Ну на последний митинг Мы с женой пришли И С дочкой То есть Вот поэтому Я очень был доволен Очень доволен Значит Я еще Мне с членом Задавали вопрос Когда мы проходили Я прошел Свой ханф Вот где-то Ханф А кстати Я сейчас немножко Перебьюсь Я прям видел вас Там Как вы ходили Вот в этом костюме Со знамем Со своими Генеральскими усами У вас такое чувство Было Я прошел И пришел С флагом Мне Семенков Все подходит А что за флаг В руках Ну не все знают Это флаг Съезда Айрат Калмыцкого народа Там значит Три основных Пяти цветов Нашего народа Это хорошо Подмузыку двигаются Синий Желтый Да И красный И там есть Такой Стилизованный Ребята Как сейчас Нормально Нет Чего Они телефоны Сами Смогут купить Здесь купить Хотят вам Телефоны Ребят Нормально Напишите Кто нибудь Слышно Не слышно Виснет Не виснет А вот Смотрите Вот здесь пишут Вопрос Я не хотел его задавать Поскольку Тема уже Избита И как бы Так Но вот Уже Четвертый Или там Шестой Раз пишут Вы все знаете Что мы ходили Я в том числе Ходил на Встречу С нашим народом Джангарчей Владимиром Раконовичем Про король И Прямо Цитирую его Он предложил нам Сглотнуть Сглотнуть То есть Не идти на митинг Вот хотелось бы Здесь люди пишут Хотелось бы Услышать Ваши Комментарии По этому поводу Всех людей И вот там Я его впервые Увидел Туда Он не был Джангарчи И так далее Он занялся Может и Про совесть На работе Я не знаю Вот тогда Мы с ним Познакомились Потом Значит Уже В начале 90-х Годов Когда мы Создавали Народный Фронт Калмыкия Вот Он уже Раскручивался Как Джангарчи Первый съезд Калмыковского народа Когда мы собирали Он проходил Я его уважал Всегда Я ему говорил Так вот Володя Ну как Товарищи Ты уже вошел В историю Ты стал Национальным Достоянием Нашего народа То есть Народ тебе благодарен Да За это То что ты сделал Я его Сказать Его интервью Не слышал То что Ну то что Есть в этом интернете Что он там Предложил Так сказать Смириться Я не хочу Это слово Подъявлять Это он Якобы Сказал И не баламутить народ Я думаю Это ошибка То есть Такие вещи Владимир Аковлевич Говорить не стоит То есть Ты раз Работаешь У Хасикова Советником его Так посоветуй ему Владимиру Этому Хасикова Чтобы он Такие вещи Не допускал Во-первых Чтобы он убрал Ты же Живешь здесь Ты Народную любимость Он к твоему совету Должен прислушаться Но если он к твоему совету Не прислушается Зачем ты у него Работаешь Советником Понимаешь Или ты ему Не советуешь Это Я уже К товарищу Обращаюсь Владимиру Аковлевичу А вы товарищи Ну Мы Не скажем Небольшие друзья Но мы Общаемся И говорю То есть Надо ему Сказать Понимаешь Он должен Чувствовать Нерв народа И сказать ему Народ Не приемлет Твою политику Сейчас Причем Кадров Ты убери Ты не Противоставляй Народ К Хасикам Ставим Такое положение Когда народ Должен выбирать Между тобой Трапезников Понимаете Трапезник Это не только человек Между которым Надо выбирать Это недопустимые Такие вещи И эти слова Должен сказать Наш уважаемый Джангарчик Владимир Аковлевич Хасик Прислушается он Или нет Я бы хотел Чтобы он это сказал Вот такие вот Я тоже Володю знаю Давно Я тут не буду Владимир Аковлевич Он младше меня Года на 3 Или на 4 Я в таких случаях Не церемонюсь Вот Так что Я присоединяюсь К словам Семена Владимир В данном случае Конечно поступил Не очень хорошо Но это его Личное дело Хотя Вот с одной стороны Вот я сейчас так сказал Это его личное дело А тут же А тут же вот Семен же говорит Он же себя Провозглашает Народным Джангарчик Ну тогда Действительно Будь на стороне Народа Или хотя бы Прислушайся К мнению Той части Народа Которая Негодует Кстати говоря Один из самых Главных Постулатов Правового И демократического Общества Уважение Мнение Меньшинства И когда Бату Хасиков Говорит Вас там всего Три с половиной Тысячи А за меня Проголосовал А там Допустим Семьдесят тысяч Он зря это говорит Если он умный Руководитель И действительно Заботится Об этом Об этом Народе Он должен Прислушаться К мнению Меньшинства А я В данном случае Вообще считаю Что Вот это Меньшинство Это активное Меньшинство Большинство Оно пассивное Пассивное Послушное Большинство Примет Любую Власть А вот Активное Меньшинство Оно в состоянии Изменить Политику Власти И Владимир Ну я Немножко Отвлекся А Владимир Если он Себя Вот так Позиционирует Как он Народный Джангарчи Как он Самый Знаменитый И уважаемый Человек В этой Республике Вот пусть Прислушается К словам Семена Николаевича Я полностью Вот в данном Случа Поддерживаю Своего Товарища Отлично А вот Ну Загравляться Наверное Будем И вот у меня Вот такой Вот Что бы вы Вот сейчас Пожелали Вот этим Молодым Ребятам Которые Действительно Сейчас Организовывают Все это С высоты Вот прожитых Вес С высоты Опыта Вашего Что вы пожелали И какие-то там Может предложения Возьмут Ну я например Хочу вообще Всем нам И им В первую очередь Конечно Вот этой группе Которая Соорганизовалась Которая сумела Ну в хорошем Смысле слова Сбудоражить Наше общество И всем нам Кто присоединился К ним Я хочу пожелать Нам всем успеха Вот на данном этапе Да А в дальнейшем Я Просто исходя Из своего опыта Желаю Сохранить Вот этот вот Потенциал Сохранить Вот этот вот Позитивный Свой настрой Решительный Сохранить Бодрость Духа И Пронести это На многие годы Вперед Вот Так я хотел бы сказать Но еще я знаю Просто Дело такое Вот Многие не понимают Что они Вольно или невольно Стали заниматься Политической деятельностью Да Поэтому Дальше уже Да Дальше выбор такой Либо ты остаешься В этой политической деятельности Либо отойдешь в сторону Что тоже не возбраняешься Но при этом Сохранишь Своё такое Свой настрой Вот это И будешь поддерживать тех Кто вместе с тобой Начинал все это Я Вы знаете Я уже Об этом писал Тоже говорил Я очень доволен Что наша молодежь Занялась политикой Я Но им говорил Тоже Они должны Ну Они наверное Сознают Что они взяли на себя Очень большую ответственность Ведь занятие политикой Это большая ответственность То есть На вас сейчас Смотрит народ То есть Капывая Сумеете Выставить Не отступите Не проявьте Молодуши То есть Будьте бороться Вы Молодежь Не борьтесь против Личности Не выступайте Против конкретного Человек Вы борьтесь Против лжи Против несправедливости Против беззакония Вот Против чего Вы боретесь Вот И вот это В этой борьбе Я думаю Хочу пожелать Моему Нашему Молодежи Действительно Выстоять То есть Выстоять И быть достойными Памяти своих предков У нас Великая история У нашего народа Когда мы говорим О великой истории Своего народа Мы ничего не преувеличиваем Мы действительно Великий народ То есть Не многие народы Имеют такую историю У нас славная история Народ Который имел Три суверенных государства Имел свое Свод закону Письменность Это великий народ Ведь создать государство Это не просто Заривать территорию Ведь территорию удержать надо Создать базу Да То есть Руководить эту территорию Это говорит Что мы действительно Мы великие народы Быть достойными Своих великих предков Вот это я думаю Главная задача Нашего Нашей молодежи Конечно Сохранить Айратский дух Дух воина Дух победителя Сергей Николаевич Вот Еще вот так Если бы вы остались Наедине И у вас возник бы Разговор с Батухасиком Что бы вы сказать Ты сказал бы Одумайся Парень Одумайся Да Понимаешь Все Ты уже Уже К сожалению Он перешагнул Ту черту Когда уже Отступить назад Сохранили Все Вряд ли получится У него был шанс У него был шанс Может быть Даже несколько дней назад Почему еще есть Когда он мог Уйти сказать Да Ну попробуй Пускай Отправить В отсталку Этого господина Трапезникова Еще раз пересмотрит Кадровую политику Проявить И так далее Я думаю Признавать ошибки Это не проявление слабости Не проявление Ни в коем случае Это наоборот Мужество И стойкость Если он скажет Да Я ошибся Я прислушался Голосу моего народа Который вышел На митинг Значит он вышел Не зря Значит что-то я делаю Неправильно А для меня Мнение моего народа Важнее Чем какая-то отдельная личность Я признаю Своей ошибки Не обязательно Пускай не говорит Признаю Что я Ну просто Пускай Исправить Эти ошибки А народ наш Кроме того Что он сильный И великий Он еще и великодушен Тогда скажем Ну что ж Бывает всякий Но ему Это шап Надо сделать Владимир Анатонович А если вы Остались Там На алкогенном Разговоре С трапезником Что бы вы сказали Да я трапезникову Просто скажу Вот сейчас скажу Дмитрий Это вообще-то Не твой огород Грубо говоря Иди домой Вот больше там Сказать нечего Вот что можно Сказать человеку Такому Просто надо ему Откровенно Ну то что мы пишем То что мы говорим Собирайся И езжай В ДНР Или куда-то В другое место Но в Калмыкии В Элисте Тебе не место Именно Не место Даже Не по национальному Признаку Пусть Пусть к этому Никто не сводит А не место Именно по качествам Твоим Деловым Там Человеческим Не место По той истории Которая за тобой По тому шлейфу Который за тобой идет Ну и не место еще По тому Что ты не знаешь Ни специфики Нашего города И ты не знаешь Менталитета Нашего населения И никакой пользы Ты здесь не принесешь Все это слова И все это На мой взгляд Ложь Домой Так Спасибо дорогие друзья Я вам сейчас На себя переключаюсь Ну это были Я напоминаю Это у нас были Наши старики Разбойники Аксакалы наши Семен Николаевич И Теев И Вадмай Валерий Антонович Да действительно Ребята Я запишу эфир И я немножко Комментарии скажу Про кору Его до Владимира Коновича Здесь Пишут Никто не умоляет Его Там Каких-то творческих Заслуг Тем более Эта песня Эджин Дун На весь мир Никто не умоляет Просто По последнему случаю Когда мы будем На встрече Это обсуждается Все там спрашивают Я думаю У нас Самое Единственное оружие Это публичность И мы об этом Говорим А если мы говорим То мы говорим Правду Вот так Получается Из-за этого Но я не хотел Такой вопрос Задать Но получилось И как бы Все мне здесь пишут И я задал такой вопрос Ну еще раз Напоминаю Ребята Что с утра Сегодня у нас Был такой сложный день Когда В интернет-пространстве Пошла информация О том Что у нас митинг Не согласован Запрещен Запрещен Да Нас там Обвиняют Да Прокуратура Меня обвинили В том Что я Распространяю информацию Несоответствующей Действительности Опять Как кого-то Мы там Суем под танки Всех нас И наших детей И сегодня вечером Такая хорошая новость То что Симон Николаевич Валерий Антонович Выиграли суд Так что Суд выиграл Завтра получим решение Суда Обязательно его опубликуем Еще раз Вот Валерий Антонович У нас есть в фейсбуке На фейсбуке И вконтакте Я думаю Найдете Если зайдете На мою страницу В фейсбук Вы его там Обязательно найдете Все Всем спасибо Также Валерий Антонович Я вас благодарю Благодарю Что пришли В таком формате Я думаю Всем было интересно Спасибо До свидания Всем удачи Все приходим на митинг 27-го Напоминаю Кстати Кто хочет помочь Раздать листовки Завтра звоните мне Завтра с утра Звоните мне Листовки готовы И распространяйте информацию Это важный момент Всем спасибо Всем свободны Да Карвенова Смелый судья Молодец До свидания